Всем привет, друзья! Меня зовут Виктория, и я сегодня хочу с вами поговорить не только с вами, а с Евгением Астафьевым о сложившейся ситуации. Всем привет! Привет, Виктория! Меня зовут, как уже представил, Евгений Астафьев. Я занимаюсь продвижением бизнеса онлайн, и сегодня мы поговорим о текущей обстановке в Испании и в мире. Смотрите, для начала, чтобы вы поняли, почему мы с вами хотим об этом поговорить и поделиться ресурсами, которыми мы пользуемся. Я хочу сказать, что я сама по образованию экономист-бухгалтер, но, переехавши в Испанию, начала вести свой блог о миграции, украинки в Испании, Испания жизнь с нуля. И так получилось, что в процессе обучения испанского языка я начала сама его преподавать. И на сегодняшний день это, скажем так, один из самых основных заработков на самоизоляции, когда мы выходим в онлайн и начинаем зарабатывать онлайн. У кого уже был опыт, им полегче, но много наших соотечественников, которые столкнулись с этой проблемой, которые просто не знают, как жить и как вести себя в онлайне. Евгений, я думаю, ты тоже часто сталкиваешься сейчас в последнее время, потому что у тебя работы прибавилось. Расскажи, пожалуйста, о приложениях, например, которые лучше использовать при видеоконференциях, потому что все видят сейчас, ну, есть проблемы с интернетом. Как ты видишь это, почему это и твое мнение? Ну, конечно. Я хотел бы вначале уделить пару минут вообще общей ситуации. Люди начинают паниковать из-за вообще интернета. Будет ли он дальше? Да, очень многие спрашивают, а что тогда вообще делать? Сейчас возьмем тех людей, которые привыкли работать онлайн, которые там частично работают онлайн. И пока оставят тех, кто вообще работает не онлайн, а постоянно вынужден. Ну, или вынужден, или работа связана с тем, что бизнес не позволяет работать онлайн. В данном случае я считаю, что, конечно, так все обслуживают люди, но надеемся, что все у нас будет, электричество, интернет, и, думаю, нет смысла паниковать, потому что это уже какой-то крайний вариант фильма ужасов, которого не будет нигде, мое мнение. Конечно же, в данной ситуации нужно беречь ресурсы, которые мы имеем, не перегружать, не сеть, любую, включая интернет, и сократить свои ресурсы, как бы и расход. Я не даю ни рекламы, ни антирекламы чему-то, потому что я в этих компаниях не работаю, отношения не имею. Я рассказываю, наверное, как и ты, кто чем пользуется, и просто кто что мог бы рекомендовать, потому что многие просто не знают. Я не использую, допустим, для работы Skype, потому что он очень много кушает трафика, ресурсов, и вообще как-то это для меня предложение прошлого, для кого-то наоборот, то есть кому, кто к чему привык, кто что любит. Я использую приложение Zoom, которое дает вести конференции, у меня версия про до 100 человек. Также сейчас есть новшество на период карантина. Оно также все меняется не по дням, а по часам в текущей ситуации. И когда только новшество появилось, кажется, неделю или две назад, Zoom убрал ограничение. То есть в нем какое было ограничение бесплатной версии, что если больше двух человек, то есть от трех и более для конференции, всего лишь ограничивают 40 минут. То есть обычно этого времени достаточно, его можно прерваться и продолжить, а кому-то неудобно, когда большие группы. Это ограничение Zoom якобы убрал. И эта функция, почему говорю я, как бы она вначале работала у всех, потом выборочно, то есть у кого работал, он там перестал, или у кого-то не работает, у кого-то работает. С чем это связано, неизвестно. То есть все меняется. Но в любом случае конференции до 40 минут никто не отменял, даже там до 100 человек, то есть более двух. И чем хорош Zoom для меня, почему я его использую, он не такой крепчивый термин к ресурсу. То есть даже когда самое худшее сведенение, он как-то своим алгоритмом это сведенение, но трафик уменьшает, да, или как-то вот, не дают подробности технически, и мне неинтересно, что все-таки сведения стабильны. Вика? Окей. Я хочу еще сказать, я тоже дополню тебя, потому что по последних, одних из последних новостей, которые я смотрела, вебинары, ну как бы сейчас как раз время есть смотреть онлайн, учиться онлайн, кроме того, что и работать онлайн. Поэтому я смотрела вебинар, и где рассказывали, что приложение Zoom сейчас выросло на 15 миллиардов, я думаю, что уже с этого момента прошло пару дней, может, еще дальше выросло, уже 45 миллиардов, она стоит, 43-43 миллиарда, и я думаю, что такие приложения будут расти дальше. Смотрите, друзья, также хочу сказать, я столкнулась с такой ситуацией, у меня знакомая Наталья, вот сейчас много кто дает баху по-нашему, как бы увольняют, или на временное увольнение в связи с ситуацией, и вам нужно делать, заполнять анкеты, заполнять бумаги, подписывать. Вот, столкнулись мы с этой ситуацией, потому что знакомая моя побежала, распечатала, расписалась, опять надо было отсканировать, ну как бы лишняя трата времени, во-первых, во-вторых, опять же, контакт тебе нужно искать, идти, куда делать. Сейчас есть программа Роба Акроват, ну как бы не сейчас, она всегда была, но мало кто ей пользуется, вот, поэтому вы ее тоже можете закачать спокойно, и если вам нужно что-то заполнить, потом поставить свою подпись, но она не есть, Жень, как правильно сказать, не есть официальная? Ну, я бы сказал, что это неофициальное приложение, которое какое-то идет в виде сниженного сертификата, когда подписывается юридически, любой документ, но это также является аналогом электронной подписи, если это документ не какой-то слишком, ну, например, если это будет какой-то контракт, то можно подписать его аналогом подписи, если это будет что-то там, не знаю, декларация, которую вы подаете налоговую, или что-то высшего уровня, то, конечно же, эта подпись будет недействительная, потому что там нужна либо личная подпись, либо материальная, либо электронный сертификат, который, кстати же говоря, любой человек, проживающий в Испании, может получить, может узнать электронный сертификат, в котором он может подписывать все и иметь доступ ко всем госуслугам, то есть либо сертификат, либо, как называете, главы БИН, которым он его регистрирует бесплатно абсолютно, моментально, и подписывает любой документ, как с телефона, на кейс-компьютер. Ну, например, я скажу, что мне для социального, для социального, для децессории, это подходит, потому что я подписывала, оно подходит, вот именно эта программа Робоакробат, и многие, например, сейчас, если требования к работнику, обязательно знание этой программы, чтобы вы знали. Вот, получается, тебе для того, чтобы ты просто подписала любой договор на работу или с работы онлайн на удаленке, например, также ты можешь, ну, подписать свои доходы. Мне подходило, мне я подписывалась и проходила, не надо было сертифицированной подписи, вот, но, в принципе, тоже не проблема ее сделать. Окей, я думаю, что сейчас большая проблема у нас с нашими друзьями и ребятами, родственниками с банками, потому что сейчас все закрыто, тем более, с этой ночью ужесточилось правило карантина, как бы еще больше, еще больше требований не выходить, не общаться, ни при каких условиях, только в крайней необходимости, когда ты идешь за продуктом питания или в аптеку. Вот, поэтому давайте мы с вами поговорим о банковских переводах, например, если я сейчас скажу за себя, я пользуюсь программой Ambition, где это тут же, в эту же секунду это перевод, но я хочу сказать, что это надо обязательно вам смотреть людям, которым вы доверяете, потому что там обратной связи нет. Вот, например, по Испании я пользуюсь BIS, мне мои ученики платят также BIS, многие пользуются другими, например, приложениями. Жень, чем пользуешься ты? Я пользуюсь по поводу BIS, да, хочу подчеркнуть, что если вы доверяете человеку, да, и почти в любом интернет-банке и предложении можете его зарегистрировать в вашем банке, по номеру телефона мобильного переводить, опять кому доверяете. Я пользуюсь обычным инференцией, переводом, что является, ну, так как у меня регулярные и постоянные клиенты, в принципе, с этим проблем нет. То есть, в каком-то банке есть моментальное, тоже в каком-то подождать один день, вот, с этим проблем также нет. Если же какой-то перевод от кого-то или кому-то за пределы Испании, например, если это не Европа, да, а за пределы, например, в Россию, то PaySend я использую проверенное приложение, тоже сервис, который там за какую-то комиссию один или два евро переводит моментально на карту другой страны, потому что мы знаем, что переводы с карты на карту вообще запрещены из страны в страну, только внутри страны, например, в Бисум или свои подтвержденные системы в России. Также, то есть, я использую это. Также, у многих вопрос, например, кто не имеет четкой в данной ситуации, хочет его открыть, обратиться в банк нереально, потому что банки, скорее всего, в отделении будут закрыты. А когда мы создаем счет онлайн, мы можем верифицировать его без посещения, только в случае наличия счета в другом банке Испании, да, так можно либо курьер, либо обращение. Есть также достаточно уже европейских сервисов, которые также бесплатно могут открыть счет, имея европейские банки или испанские. Также не будем называть никакие сервисы компании, делать рекламу в банке, но мы с тобой ответим на все вопросы, кому это на самом деле интересно, спроси в комментариях, и это у нас первый, первый влайн эфир. Вот, просто обрисовать общую картину и поделиться в собственном обке. 100%, мы только начинаем, и, друзья, мы просто, у нас сейчас на улице 8 утра, мы договорились созвониться, потому что вчера мы уже это не признаюсь вам, это уже не первое, скажем так, что мы хотим записать этот телемост и вам сообщить, донести много и полезной информации, просто вот как вчера вечером мы не смогли записать, ужасный интернет был, все, все, как бы, помехи сумасшедшие были, да, и вот мы решили вам писать. Поэтому мы, мы хотим, если у вас будут какие-то еще вопросы по поводу приложения, чем мы пользуемся, как мы пользуемся, где мы учимся, обязательно пишите в комментариях, обязательно мы вам ответим и также я хочу вам сказать, что уже более вернемся к онлайн-связи, я думаю, да, онлайн-обучением, онлайн-ресурсам, онлайн-платформам, будьте сейчас очень сильно внимательны, потому что много появилось мошенников, много, идите на курсы, идите на учебу только к тем людям, которые проверены, читайте отзывы, обязательно, обязательно, и не один, не два, если, да, я понимаю, сейчас кто-то начинает, сейчас кто-то только пробует, поэтому может быть отзывов мало, но все равно надо поддерживаться, какие-то, здесь поможет вам сарафанное радио, потому что сейчас очень много, вы зайдете в интернет, и сумасшедшее предложение всех курсов, доставок, тоже, если там, да, не хочу делать никому рекламу, но, например, вы знаете, что глобал, по всему миру, да, он получается уже надежный, как бы онлайн ресурс, онлайн доставка, если там начинается какой-то там Вася, Петечкин, я бы на вашем месте задумалась, поэтому, но, 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 но сейчас, также нужно всем задуматься о том, чем заниматься тоже онлайн, мне нравится, например, американская система, вот, обычно менеджер среднего звена, он торгует на Амазоне, у него, кроме того, что он работает, официальная работа, как бы, Амазон тоже официальная работа, но у него еще есть дополнительный доход с онлайна, и я, например, сейчас думаю, что теперь каждая, каждая маленькая локация, каждый маленький там, по ремонту обуви, ремонту одежды, что бы там ни было, прачечная какая-то, вы должны быть в интернете, а вас должны видеть люди, например, на той же карте, да, Жень, вот смотри, расскажи ты, как это можно сделать, или надо делать отдельный эфир, если будет интересно нашим зрителям. Ну, вкратце, вкратце мы расскажем, я поделюсь с развитием тоже тем, что знаю, например, то, что ты сейчас рассказывала, я вспомнил шутку, немножко остановку разрядить, как писали про полицию, как полиция обращалась к преступникам, когда появился коронавирус, и ситуация пандемии, что уважаемые преступники и мошенники, пожалуйста, просим вас приостановить вашу деятельность, на время пандемии, что нам сейчас не до вас. Но шутки-шутки, на самом деле, ваше не то стало, естественно, еще больше, нужно быть аккуратнее, работать с компанией, в котором вы уже работаете, а если вы не работали, тогда узнавать, как говорит Виктория, через своих, и по связям, в интернете, потому что такой огромный объем информации, что человек, который не знал, он просто может попасть не в ту, не на ту дорогу и просто проводить. Что касается же бизнеса онлайн, то есть он развивается еще более бешенными темпами, чем ранее, потому что люди, которые не работали полностью онлайн, они перешли, те, кто вообще не работал, кто-то увидел какую-то изюминку и плюсы, например, если имеешь интернет-магазин, то он продолжает работать, а если у тебя был локальный магазин и только не было у тебя в интернете, ты сейчас закрыт и не имеешь никакой прибыли. Но также я не говорю про все интернет-магазины, потому что есть, которые, например, если магазин поставлял товары, допустим, какой-то парикмахерской, которая сейчас закрыта, на самом интернете, естественно, он тоже несет убытки. Если это товары общего пользования, например, та же, даже техника, сейчас, наоборот, люди кинулись ее покупать, да, везде вошли скидки покупать, потому что, ага, у меня там старый ноутбук, надо мне обновить, пока они есть там в наличии, пока там мой не сломался, а то вдруг их не будет, ну, и серии, да, то есть не продукты. Ну, и многие, многие, кто хотел, например, делать какие-то онлайн-курсы, говорит, вечно не хватает времени, да, я там на работе, я там пока это, сейчас все узнают, а как делать, а на какой платформе, а куда лучше. То есть, ответы на все вопросы можно дать им, заинтересованному человеку и именно из проверенных источников, да, они в интернете, где им предложат 10 платформ, или 110 специалистов, пожалуйста, выбирай, и человек, еще больше, еще больше растерянности и паники, которые сейчас видите, потому что нужны кому-то консультации психолога, кому-то информатика, ну, вот кому-то по здоровью, кому-то по, еще какому-то сектору, именно поэтому и пришла идея сейчас в создании, уже активном создании нового проекта, некого ресурса, пока не буду обозначать, весь человек может зайти и выбрать себе специалиста именно по нужной категории с гарантией результата. Естественно, это абсолютно бесплатно на данный период, потому что мы хотим, я хочу, ты хочешь, и наша команда, и мое окружение помочь, прежде всего, сейчас людям, не поддаваться панике, и также вот мой совет, меньше смотреть новостей, и больше делать, потому что занятия найти даже человеку, который не привык сидеть дома, я понимаю, может, чем-то не до конца, потому что сам я работаю удаленно в основном, но все же, сколько есть занятий дома, объединиться с семьей, не нужно никуда идти, нельзя никуда идти, выйти на связь, видеосвязь, аудиосвязь, не знаю, текстовые элементы, по-моему, в наше время уже и бабушки, и дедушки как раз-то знают, что такое там, в WhatsApp, какое-то приложение, и умеют им пользоваться, кто не знает, как раз есть повод научиться, я считаю, занятия дома можно найти миллион, да, сложно, не выходи, нельзя даже пройтись, и люди, к сожалению, это используют, злоупотребляют этим, то есть, вот, кто ходил в магазин два раза в день, тот и ходит, например, там, да, старшее поколение, и пользуются этим, чтобы, чтобы выйти из дома, вот, это я, конечно, не понимаю, но, и, вот, на месте, вот, правительства, я бы это как-то еще уже почту, потому что мы уже, я никому не желаю зла, но считаю карантин, должен быть карантин, и, если уже говорят, и это правда, что мы уже переносим, мы можем выродиться от тех же продуктов, на которых кто-то покашлял, или поговорил на фоне, то, люди, купите вы себе все, проденцифицируйте, сидите дома, вот, это мой совет, и чем быстрее это закончится, тем быстрее мы все выйдем на улицу, тем не упадет наша экономика еще ниже, потому что мы уже находимся, не буду называть словами, где, мое мнение, и рекомендации. Да, согласно с тобой, экономика уже упала на 30%, мировая, больше даже уже, чем на 30%, пока эксперты не дают конкретных цифр, но больше, чем на 30, уже это, это уже достаточно, это достаточно, нам уже придется выходить, по всем мнениям, год-полтора, это чтобы выйти на ноль, но не будем заканчивать на грустной нотке, друзья, хочу сказать вам, что если у вас есть какой-то минимальный бизнес, или вы хотите делать какие-то онлайн, курсы, или онлайн-бизнес, или что бы у вас там не было, и вы хотите привлечь к себе клиента, или вы хотите найти, я думаю, что в скором времени действительно мы запустим эту площадку, где люди смогут знакомиться, еще раз повторюсь, как Женя сказал, это все полностью будет бесплатно, потому что на сегодняшний день такая ситуация, что хочется просто помочь нашим соответственникам, кто живет не только в Испании, а за пределами Испании, кто к нам, например, может присоединиться любой человек, если вам интересно, у вас есть чем поделиться, или вы хотите просто найти для себя, мы сейчас будем делать тоже такую, как бы маленькую базу данных, где, например, у нас будут собраны, кто преподает испанский, там не будет только я, потому что не всегда у меня будет возможность, у меня есть много планов еще на будущее, и это только на период карантина, скажем так, моя основная цель, я сейчас учусь, у меня одна осень, совсем другие планы, но на сегодняшний день как бы мы принимаем всех, у нас конкуренции нет, у нас будут как бы коллеги, не конкуренты, а коллеги, которые смогут друг с другом делиться знанием, опытом, обмениваться, общаться, и более давать позитива и веры в лучшие, и все равно рано или поздно, правильно ты сказала, Жень, что надо будет все равно возвращаться на ту же улицу, давайте мы будем оставаться человечными, с позитивом, с хорошими настроениями, и вот недавно тоже смотрела, как говорит Черняк, если вас нет в онлайне, то вас скоро не будет вообще, так что, друзья, регистрируйтесь, кто не зарегистрировался, а просто есть, зрителям, все-таки какую-то минимальную информацию пишите о себе в описании, чтобы люди видели, кто, например, скажу на своем опыте, мне много людей, мне много запросов на добавление в друзья, и там просто картинка, да, или вообще, может быть, вообще на аватарке нет ничего, и потом люди говорят, ой, какая она плохая девочка, она меня не добавляет в друзья, ну, то как вас можно добавить в друзья, если вы ничего не пишете о себе, вы должны сейчас заявлять о себе, показывать, тем более, сейчас полностью отслеживают вас в соцсетях, чтобы вы знали, именно не хочу сказать это с негативной стороны, это наоборот позитивно, потому что если я работодатель на завтрашний день захочу нанять себе сотрудника, я обязательно зайду и посмотрю ваши соцсети, что вы пишете, как вы пишете, как вы думаете, как вы комментируете, насколько вы стрессовоустойчивы, поэтому тоже задумывайтесь об этом, и я думаю, на этом мы будем сегодня заканчивать наш эфир, если вам будет интересно вот все, что мы говорили, или у вас есть какие-то вопросы по поводу ресурсов, приложений, любых, любых, мы без рекламы просто на уровне деления, как мы хотим поделиться с вами, пишите в комментариях обязательно, и мы вам все ответим, или, например, если это будет тема очень большая, мы еще раз запишем еще одно видео, где будем рассказывать о том, чем мы пользуемся. Надеюсь, вам было интересно, пишите комментарии, и добро пожаловать в наш круг, к единомышленникам, наверное, так, да, Женечка? Да, в завершение хотелось бы немножечко дополнить, что по поводу проекта, чтобы просто люди тоже были в курсе, что изначально мы собираем сейчас специалистов, тех, в ком мы уверены, кого знаем, то есть действительно работает и так онлайн, да, естественно, будет еще дополнительнее какая-то база, но не какая-то будет база данных поисков, чтобы вообще быть специалистом уже в будущем планируется, да, вот, то есть изначально просто кому можно обратиться и получить контакт, чтобы люди понимали, что бесплатно это пользование, да, то есть, как уже он договорится со специалистом, то он хочет опытом отменяться взаимно, или это стоит столько-то, это лучше человек сам напрямую свяжется и договорится. Что касается всех названных приложений, все это, все мы все укажем под видео, да, чтобы люди кому сложно ориентироваться на слух, или они не слышали раньше, обязательно, и что касается, название и ссылки, и что касается всего остального, да, то есть, я полностью согласен, что касается социальных сетей, либо вопросов не по существу, пожалуйста, просим при обращении, указывать именно суть вопроса сразу, не просто добавляться в друзья, или писать, да, просто, что напишите мне, потому что реально запросов вопросов очень много, и просто физически обработать пустые, пустые запросы нету физической возможности, вот, и соцсети лично я использую исключительно для работы на 90%, поэтому просто добавить человека, которого не знаешь, не знаешь, что хочет, но они просто игнорировались, чтобы просто было понятно, да, почему мы не добавляем, не потому что мы плохие, а потому что мы не знаем, по какой-то причине, и в то же время указывать такие контакты, как WhatsApp лично я не буду, по одной причине, мне тоже не нужен завал сообщений и звонков, и надеюсь на понимание, вот, надеюсь, что наше видео, наше первое видео было полезным, обращайтесь, мы на связи, мы онлайн, и всем желаю здоровья, беречь себя, и, безусловно, повторюсь, но по-другому просто нельзя, на самом деле, давайте посидим дома еще пару недель, вот, сегодняшняя, сегодня 30 марта, да, и уже должно будет пойти это все на спад, мы надеемся и верим, и мы будем, и чем быстрее это совершится, тем быстрее мы будем входить в нормальный ритм, все, независимо от вида деятельности. всем желаю успехов, и прекрасного начала недели и дня. Я тоже присоединюсь к твоим пожеланиям, всем успехов, и давайте из этого карантина мы выйдем намного сильнее, намного увереннее, с новыми навыками, с новыми силами, с мыслями, с какой-то, может, кто-то и с новой профессией, тоже такое может быть, и мы будем более сильнее, более уверенные в себе, и в будущем нас ничего не сломит, так что, друзья, мыть руки, обязательно мыть руки, всех вас люблю, и все у нас будет хорошо. Все, пока-пока. Пока, до новых встреч.